так всем привет с вами Ярославна Громакина сегодня я покажу как можно скачивать или добавлять видео с видео я покажу я пользуюсь сайтом safe from net позволяет скачивать практически с любого источника вконтакте youtube любая социальная сеть сайты форумы так заходите значит на youtube ищите нужное вам видео но например вот сейчас готовимся у нас мероприятие профсоюзное называется танцы и мне нужно сделать видеозаставку я покажу как буду делать видеозаставку с помощью программы видеомонтаж что мы делаем правой кнопочкой щелкаем на заставке видеоролика делаем копировать адрес ссылки сюда вставляем вставить кнопочку вот он нам будет говорить просить что мы установили помощник если сюда щелкнуть нет с помощью помощника не надо щелкайте сюда скачать без установки если вы хотите вы конечно можете себе скачать на компьютер я этого не делал лишняя программа вместо чего не занимала вот hd или mp3 ничего mp360 тоже скачать ну вот это видео да можно его расширить на весь экран ну такое есть я щелку сюда сохранить у меня всегда появляется эта кнопочка потому что я настройках задавашку обязательно спрашивал меня куда сохранять а то он вечно кидает на рабочее слово в этом месте начну и так имя файла напишем что это победители победители 2017 начало закачиваться 27 мегабайт кстати вот это я стою слева все вроде бы как будто бы скачалась может правый кнопочек еще показать в папке так как вы значит скидывать как скачивать видео я вам показала через грузы и хрумнет сейчас я скачаю побольше видеороликов покажу вам как я их соединю как я их монтирую под видео монтаж так продолжаем разговор а сейчас я покажу как я буду монтировать видео через программу видео монтаж это простая программа очень ленивая я вообще считаю что если вы хотите сделать быстрые качества на работу доверьте ее ленивому потому что ленивый сделает все быстро так как не захочет долго возиться и качественно потому что не захочет переделывать итак установить автоматически по первому видео применить заходим в папочку где лежит я написала перепололом 2018 так вначале я поставлю конечно картинку вот картиночка она же заставка поменяю время здесь на 10 секунд делала 6 переходы и теперь просто я буду загружать загружать картинки по последовательности 1 2 обычный перетаскивание когда вы перетаскиваете видите загружать культу видео оно отображается с помощью зеленой галочки эти видео все конечно длинные будем делать такой длинный ролик мы с каждого возьмем по несколько фагментов наверное может быть все таки делать немножко вперемешку а то слишком однотипно главное ничего не забыть тут ничего не забыдешь потому что все отмечено зеленым еще раз повторюсь так вот так и в конец уже можно 10 секунд оставим так отлично мы загрузили все что нам нужно добавили заходим в графу редактировать вы также можете добавлять не только видео можно добавлять фотографии так заходим редактировать редактировать будем вырезать какие то определенные фрагменты ну не все подряд наверное вот отсюда например до так мы взяли что допустим от минутки до хотя нет это не самый лучший вариант этого видео ставлю я немножко другой так там так так а так а а вот прекрасно вот этот Так, ну-ка посмотрим, что тут у нас получилось. Так, отлично, ну-ка, хорошо, так, хорошо, ну, и продолжаем работать в таком же духе, допустим, я сейчас буду вырезать 34 секунды вышло, да, со всего видео, вот где-то по 30 секунд я буду с каждого видео вырезать, и потом далее покажу, как видео нам сохранять. Так, продолжаем, вот я, значит, набросала видео, все их обрезала по 15 секунд, чтобы были, здесь еще есть такие переходы, переход можно вообще полностью удалить, если он вам не нужен, щелкайте на него, значит, правая кнопка мыши удалить переход. Я переходы хочу оставить, для этого я заходю сюда, мы были, значит, во вкладке редактировать, заходим в переходы. Переходы я сделаю, наверное, случайные переходы, я не хочу подбирать самостоятельно, я их сделаю все случайные. Видите, они все поменялись. Переходы везде будут разные. Если вам нужна музыка, да, вы щелкайте на музыку, выбираете, какая вам нужна фоновая, если она нужна не как фоновая, вот здесь есть галочка, наложить музыку на исходный звук. То есть, если вы накладываете на исходный звук, у вас исходный звук вообще полностью исчезает. Так, все, у меня, в принципе, все готово, я думаю, можно нажать создать, вот, я захожу создать, делаю создать ави-видео файл. Проект начально необходимо сохранить, вы сохраняете проект, программу и видеомонтаж. Вот, назовем его переполох, переполох, все, сохранить. Так, после того, как проект сохранится, программа вам предложит, значит, далее, создать видео, вот, все, щелкайте создать видео, и теперь у вас уже будет сохраняться не проект, программа видеомонтаж, а именно само видео. Ну, перененовывать ничего я не буду, также переполох, потому что, чтобы не заботиться, да, вот, сохраняться будет долго, потому что у меня очень много видеофайлов, вот, подготовка видеофайлов, создание аудиодорожки, создание видеодорожки, это будет происходить, ну, я знаю, долго, да, еще 2 часа, но это неправда, конечно. Вот и 17 минут, ну, 17 минут, наверное, да, вполне может быть, может быть меньше, может быть больше. Когда все сохранится, я покажу, что я делаю дальше. Продолжаем, вот, значит, закончилось у нас видео, делаем «Открыть папку с видеофайлом», ну, вот он, переполох, да, я его уже сохранила отсюда на рабочий стол, чтобы мне было поудобнее, да, все, можно, в принципе, эту программу закрыть, видеомонтаж, так, вот он, переполох, я его сюда скинула. Теперь я покажу, как можно загрузить видео на YouTube. Итак, вы заходите в ваш браузер, какой вам больше нравится, ну, я пользуюсь в основном Яндексом, а Google Chrome пользуюсь только для снятия прямых эфиров на YouTube, потому что YouTube это все-таки гугловская программа, и чтобы там полноценно все работало, нужно заходить через Google Chrome. Вообще, в остальных случаях всегда я использую Яндекс. Итак, заходите на YouTube на свой канал, вот. Если вы сразу на своем канале, да, я, ну, вот я вижу, что я на своем канале, наши дети, щелкайте сюда «Создать видео или запись». В принципе, вы можете зайти в творческую студию еще раз и убедиться, что это ваш канал, если у вас несколько. Ну, вот видите, наши дети пишут. Да. И щелкайте вот в этом значку «Добавить видео». Так. Видео можно добавить, выбрав его прямо с компьютера, либо перетащив файл. Разницы нет. Если вы щелкаете сюда, вам предложат выбрать его. Вот, выберите его. Вот, например, я захожу на рабочий стол и ищу видео. Вот он, переполох. Могу щелкнуть, а начнется загрузка. Это первый способ. Можно просто перетащить. Вы сворачиваете браузер, выбираете вот переполох у меня. Я беру мышкой, либо кнопкой зажала, потащила вниз. Не прячься от меня. Вот. И сюда кидаю. Все. Это второй способ добавить видео. У нас пошла загрузка. Ну, видео получилось... Сколько? Посмотрим. Какое у нас получилось видео это? Свойства. Правая кнопка свойства. 306 мегабайт. В принципе, нормально для видеозаписи. А по продолжительности оно у нас... По продолжительности оно у нас... Так. Сколько? Ну, 7 минут. Нормально. Вот. Так. Здесь пошла загрузочка. Вы можете, пока идет загрузка, поменять название. Например, новогодний переполох. Описание, что это у нас такое я напишу. Это танцевальный профсоюзный... Ага, да. Профсоюзный конкурс для молодежи. Для молодежи. Вот. Теги. Ну, теги я могу поставить, какие... Новогодний переполох. Танцевальный профсоюзный конкурс. Например, конкурс для молодежи. И просто, например, танцевальный профсоюзный конкурс. Нарезка. Это да, у меня? Нарезка. Все. Значит, так. Загрузка идет. Когда все будет готово, тут появятся значки из предложенных. Вы можете выбрать любой значок из предложенных. Завтрашнее наше занятие будет по созданию значка. По созданию значка, чтобы добавить свой значок и челкать свой значок. Будем оформлять его в определенном стиле, подходящем под вашу шапочку, под ваш кнопку. Когда все загрузится, здесь появится кнопочка «Опубликовать». Но она уже, в принципе, есть, просто еще не загрузилась. Дождитесь загрузки, чтобы выбрать, можно, какую кнопку «Пока». И потом опубликовать. У меня на сегодня все.